Хей, всем привет, с вами Аня, вы на канале Bookspace, и сегодня я вам показываю и рассказываю про свою любовь, которая ворвалась в мою жизнь в 2016 году, сомнила себе отдельную комнату в моем сердце. Да, я говорю про сагу. Я очень постараюсь этот обзор сделать без эмоций, ну, по крайней мере, не сумбурно, чтобы все вам четко по полушкам максимально разложить. Итак, в этом обзоре вы увидите мои самые первые эмоции по этому комиксу, поверьте, они бесценны. Второе, немножко поговорим про сюжет, про героев, естественно, про рисунок, потому что он занимает у меня особое место в моем сердце. Также немножко поговорим про плюшки этой вселенной, про композицию, она тоже очень даже своеобразна. И, естественно, я вам расскажу про свои рекомендации и антирекомендации, которые я даже не знаю, буду вам говорить про комикс, который я считаю гениальным, в принципе. Ну, я попробую. Итак, поехали. Сага для меня по-настоящему культовый и значимый комикс, потому что именно с него и началось мое знакомство с мира комиксов. То есть, это по-настоящему высокая планка, до которой не каждый комикс может дотянуться. Понимаете, именно сага взяла целых две премии Айснера и премию Хьюго в номинации «Лучший графический роман». В общем, сага — это комикс-космоопера от авторов Брайана Вона и Фиона Степплс. Про Брайана Вона, я думаю, многие из вас слышали. Он также делал комиксы «Последний мужчина на земле» и «Ранавейс». Но, если вы не в теме, то также вы можете знать сериалы «Лост» или сериал «Под куполом». Он тоже там является сценаристом. В принципе, меня это не удивило. Я так и думала, что автор должен быть максимально крутым сценаристом, исходя из такой масштабной саги, но мой самый первый знакомств с этим комиксом было очень и очень забавным. Я пришла к подруге в июне прошлого года, увидела у нее целую стопочку вот комиксов саги и спросила у нее, что это такое. Она так странно хихикнула подозрительно и протянула мне первую часть. Вот эту. Я открыла буквально первую страничку, и мое лицо нужно было просто видеть в этот момент. Да, когда комикс начинается с того, что женщина утверждает, что она срет, хотя на самом деле это ее подруги, и она рожает, это притыщает очень крутое знакомство с этим комиксом. Я его полистала дальше, посмотрела на всевозможные драки, убийства, увидела трахающихся роботов, подумала, что это явно не мое. Полистала его дальше, увидела там призрака, у которого свисают кишки и мисты ног, подумала, что это реально не мое, посмеялась, закрыла, забыла. Потом попросила у подружки все-таки одолжить мне еще пару выпусков, чтобы их так, до интереса, полистать. Пришла домой, нашла знакомец в интернете, почитала пару глав, и меня затянуло. И до сих пор не отпускает. Вы понимаете, что творит эта сага? И скажу вам честно, что я в принципе не фанат, то есть я не фанатипа с возможным вселенным, книжным, сериальным и не только. В моей жизни было лишь только две фанатичные вещи, которые я перечитала по тысяче раз, которые я пересмотрела фильмы, где я знаю, возможно, подводные камни и фишки, всевозможные теории, собираю арты, коллекционирую цитаты из этих книг. Первое, это Гарри Поттер, второе, это, естественно, Игра престолов, и третье, это сага. Естественно, я зафанатела и начала искать возможные отзывы на эту книгу, от критиков и не только, и очень многие сравнивали эту сагу. Сагу сравнивали с такой причудливой смесью между Звездными Воинами, Игрой престолов, Ирмео Джульеттой, и, казалось бы, что может быть общего этих трех субстанций, но общего все-таки есть. Вот оно, я его держу в руках. По поводу Ромео Джульетта, то есть все понятно, представители двух разных враждующих рас встречаются, влюбляются в друг друга, у них рождается ребенок, но это скорее такое очень прогрессивное воплощение Ромео Джульетты, потому что все-таки здесь герои друг друга не убивают, они даже, наоборот, идут против системы, а это очень хорошо. По поводу Звездных Войн все понятно, космический антураж, всевозможные дроиды, различные расы, всевозможные бластеры, корабли, которые не только бывают из железа, а это тоже очень круто. И по поводу Игры престолов хочется сделать отдельную ремарку, потому что для меня самая важная связующая часть этого комикса с Игрой престолов не в политических конфликтах, хотя они тоже очень крутые, а в том, что вы просто не можете быть уверенным в том, что ваш любимый персонаж в конце саги выживет. То есть да, лично я уже потеряла Сазух 2, любимого персонажа и пока не готова заводить нового любимчика, мало ли что. В общем, да, Джош Мартин одобряет. Итак, сюжет. У нас здесь есть и происходит в далекой, 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 далекой галактике, в которой идет война между двумя представителями рас. Одна раса живет на большой планете Лендфол, а другая раса живет на спутнике Венец. И эти две расы, они между собой схлестнулись однажды, уже никто не помнит мирные времена, и отвернулась максимально масштабная межгалактическая война, в которой потом эти две расы вербовали себе новых союзников. То есть вся эта война, она растянулась буквально на всю вселенную, в которой все должны решить, какой из сторон они примыкают к крылатым техникам или к рогатым магам. И, естественно, в каждой войне есть свои какие-то определенные уникальные случаи. Например, вот Марта, он же был военным, а потом попал в плен, и у нас на сморочке была Алана, и, как говорится в этом комиксе, через 22 часа парочка сбежала. И эта ситуация, она очень опасна для политиков и тех, кто эту войну, в принципе, развязал, потому что война — это деньги, сами понимаете, война — это власть, это влияние, а тут целая семья идет против системы, и их решают поймать. За ними охотятся не только государственные предприятия, но и фрилансеры, это отдельные наемники, которые тоже охотятся за этой семьей. В общем, в принципе, это и есть завязка этого мира, и в этой саге есть несколько линий повествования, то есть по Point of View, у нас есть линия Марка, Алана и Хейзел, есть линия наемника Воли, фрилансера, очень харизматичного персонажа, не менее харизматичного принца-робота четвертого, и также там есть линия и бывшей Марка, и всевозможных репортеров, но они уже добавляются позже-позже, они сплетаются, соприкасаются прямо как в шахматах, и это невероятно круто. Итак, теперь пару слов про мир этого комикса, потому что, ребята, он по-настоящему фееричный, я такого вообще даже представить себе не могла, у автора Брайана Вона вообще нет предела для фантазии, это просто крышесносно, вот без лишних слов, в этом комиксе чего только не встретишь, можно увидеть полулюдей, полукинескопов, которые умножаются половым путем, можно увидеть кошку детектора лжи, девушку-призрака с кишками вместо ног, да, призрака, в которой охраняют свою планету, планеты, которые планетами не являются, являются возможными чудовищами, можно увидеть межгалактические кинотеатры, можно увидеть секс-планеты, про многообразие раз стоит ли вообще упоминать? Короче, это настолько прописанный детальный мир, ты буквально веришь в эту историю, будто бы она есть где-то в другой вселенной, и ты будто бы в ней тоже живешь, своей отдельной, читательской жизнью. Так, я поменяла себе книжку, вот перед вами третья часть этого комикса, хочется немножко поговорить про героев этого комикса, они здесь настолько разные и многообразные, насколько это вообще только возможно в комиксах увидеть. У каждого героя свои какие-то планы, у каждого героя свои определенные сомнения, цели, у каждого героя свой маленький кодекс чести, и это очень здорово. Вот, например, у того же наемника воли, фрилансера, он по сути очень жестокий, очень своеобразный мужчина, но у него есть какие-то свои определенные принципы, которыми он придерживается, И это его выделяет среди других фрилансеров и делает его более объемным. Кроме этого, у нас здесь есть еще и два главных героя, это Марка и Алана. Алана это бывший морпех, она очень дерзкая, очень сумасшедшая женщина, но тем не менее, она очень грамотно раскрывается в этом комиксе. Под каждой сценой подразумевается ее раскрытие как персонажа. И также и Марка, он тоже не такой уж и белый пушистый, как казалось бы, у него тоже есть свои какие-то определенные демоны, а это очень здорово. И также появляется очень много интересных персонажей в этом комиксе, которые тоже вас равнодушными не оставят, потому что они с другими героями взаимодействуют. У них есть свои какие-то определенные цели, они здесь не просто какие-то определенные картоночки в этом комиксе. Но самое клевое в том, что в этом комиксе есть один персонаж, который выступает за кадром. Но вообще-то он есть в этом комиксе. Я говорю про Хейзл, про дочку главных героев, которая только рождается на первой странице этого комикса, но она, по сути, самый главный герой этого комикса, да и вообще, честно говоря, этот комикс это один огромный большой флэшбэк. У нас здесь рассказывается все с точки зрения взрослых Хейзл, это все ее воспоминания. То есть мы можем хотя бы предположить то, что Хейзл будучи жива. Хотя бы немного, потому что она нам все это рассказывает. В общем, да, ребята, в этом комиксе все герои максимально разные, максимально друг от друга отличаются и по философии, и по цинизму, и по жизненной позиции в целом. Я думаю, любой из вас себе найдет любимчика в этом комиксе, но не сильно спешите, потому что, возможно, ваш любимчик может умереть на внезапной какой-нибудь странице этого комикса. Но это стоит того, чтобы с ними прижить все их приключения, это реально того стоит. Итак, я взяла вторую часть саги и поговорим про композицию этого комикса. Она, в принципе, обычная, без специфики, но все-таки определенный изюм в ней имеется. Например, вот в этом харде у нас здесь шесть выпусков, и в каждом выпуске первая и последняя иллюстрация, она выполнена на полный разворот. И большинство из них, большинство из них, они достаточно провокационные, шокирующие, но очень много из них также просто вас располагает к этому данному выпуску и даже создают им особое настроение. И не важно, в чем у них заключается, будь то роды, роды женщины-робота, встреча на секс-планете или просиживание в туалете каком-нибудь там, на какой-нибудь загаженной планете. Ну что уж там, какие-нибудь порношные сцены тоже обязаны быть. Что касается раскадровки этого комикса, то она очень даже прямолинейна. То есть, если у нас нет всевозможных выбросов из определенного кадра, то есть, видите, в принципе, вот такие подобные своеобразные раскадровки и не нужны. Здесь хватает и прямолинейный, потому что комикс сам по себе очень яркий, динамичный, и личная динамика в этом комиксе, верно, была бы лишняя, на морочный вкус. Что касается рисунка этого комикса, то сами все видите, Филон Степлос очень талантливая художница, ее арт и крутой, и приятный в одно и то же время. Все линии очень плавные, цвета потрясающие и яркие, и уместные, и невероятно классно вписываются именно в определенные сцены, в котором они указаны. Также не могу не отметить ее плавность линии, и в то же время очень удачно детализированный передний план, герои, их облик, их внешность, их мимика, в конце концов. И есть у Филон Степлос еще одна фишка, она слегка замывает фон в некоторых моментах, но лично для меня это большой плюс, потому что я уже могу концентрироваться на переднем плане, непосредственно на главных действиях, а не отвлекаться на детализированный задний фон. Для меня лично это большой плюс. Собственно говоря, теперь арт Филон Степлос является для меня таким своеобразным каноном, крутого арта в комиксах, и не каждый комикс может его переплюнуть. Хочется немножко отдельно поговорить про язык этого комикса в двух его частях. Первое это именно про язык Брайана Вона, то есть про рассказ этой истории, про оригинал, про фанатский перевод и про официальный перевод. Просто дело в том, что да, я его сначала читала в фанатском переводе, потом прочла в официальном переводе и решила перейти на оригинал. И это очень интересное сравнение оригинала с переводами, потому что переводчики потрудились на славу. Дело в том, что в этом комиксе очень и очень много матюков, очень неприличных, просто чтобы его перевести правильно, логично, скажем так, и чтобы у вас не было такого чувства, будто вы читаете какую-то хрень, чтобы максимальный язык правильно вписывался в контексте сюжет. В общем, здесь очень интересная постановка речи у героев. Просто, в общем, те фразы, которые мне вызвали сомнения, они находятся в очень спойлерных моментах, поэтому не буду вам подробно их показывать, но скажу лишь то, что некоторые фразы в фансном переводе, они выглядят более уместно, более логично и более правильно, что ли, обыграна фраза в определенных сценах, но в целом мне перевод понравился. Единственное, что меня смущает, так это то, что, если он такой герой, фрилансер тоже, зовут ее Брэнд, но здесь его перевели как Марку. И казалось бы, зачем такой-то дословный перевод имени? Я не понимаю. Наверное, просто я в тот момент была сильно перевязана к францовскому переводу, так что буду доставку штурмовать уже в оригинале, я думаю, я тоже получу определенное удовольствие от этого. И второй аспект по поводу языка в этом комиксе, это уже тот язык, на котором герои, в принципе, и общаются. Я здесь их нашла целых четыре. Первое – это общий язык, на котором герои общаются, все это друга понимают. Второе – это эсперанто, на котором говорят «рогатая, рогатая раса». Он, я думаю, нарочно сделан в виде эсперанто, то есть такой международный язык, чтобы максимально подчеркнуть вот это столкновение двух культур между рогатыми и крылатыми. В конце есть перевод всех этих фраз, он звучит очень интересно. Он выделен синим цветом. Третий язык – он розовый, на нем говорит Изабель, один из героев этого комикса. Это та самая девочка-призрак с кишками вместо ног. Получается, этот язык герои понимают в целом. Просто интересно, как именно он там звучит в этом комиксе, как именно, какой тембр в нем, почему он именно розовый, непонятно. И еще там есть, по-моему, зеленый язык, четвертый зеленый язык, на котором говорят репортеры. Абшер и Дов. Да, это, получается, полулюди, полуземноводные, если судить по их внешнему виду. Тоже непонятно, как именно они на нем говорят. Хотя там нет такого претензия с общим языком, как в случае с Эсперанто, например. О, и еще пятый язык. Да, я совсем о нем забыла. Это язык роботов. В принципе, он показан как обычный общий язык, но все-таки в нем, в этом комиксе, все буковки в речи робота, они сделаны более квадратными. То есть показывается именно та самая механическая речь роботов. Разве это не потрясающе? Как можно было бы додуматься в этом комиксе ее обозначить? Это просто классно. Обалдеть. Итак, теперь мои рекомендации и антирекомендации. Моя любимая рубрика в моем любом обзоре. Потому что, честно, я верю в то, что каждый обзор должен быть максимально честным, объективным, осмотренным с разных сторон. Все-таки я должна вас предупредить, мало ли что, может, в этом комиксе не понравится. Итак, я вам рекомендую, от всей души рекомендую сагу, если вы любите всевозможные космооперы, стартреки, звездные войны, то вам она явно понравится. Также, если вам нравится всевозможная порнуха, чернуха, обнаженка, кровавая каша, то вам тоже, ребята, сюда. Но также, если вам тоже нравятся всевозможные политические конфликты, интриги, рожда между расами, всевозможные столкновения идеологий, то... А также я вам его рекомендую, если вам нравится всевозможный цинизм, особая философия, особой атмосферам комикса, потому что она вас здесь явно не разочарует. Ну и отдельным пунктиком я все-таки внесу здесь персонажей, потому что они здесь ну нереально классные, фееричные, бомбические, просто офигенные. Я думаю, вам это стоит знать, потому что комикс, он изобилует всевозможными персонажами. У каждого свой характер, у каждого свои какие-то проблемы, мотивы. В общем, персонажи это одно из самых лучших, что есть в этом комиксе. Ну, а теперь антирекомендация к этому комиксу. Я вам не могу порекомендовать сагу, если вам не нравятся кровавые каши, обнаженка, порнуха, чернуха, потому что в этом комиксе их очень много, но признаюсь, что они здесь все к месту. То есть бывает так, что многие комиксы, книги, они пестрят с возможными чернухами, порнухами только ради них, но если в этом комиксе от них избавиться, то будут очень даже влиятельные, масштабные, логические дыры. То есть здесь все эти составляющие комиксы, они очень грамотно впилятены, но если вам это не по душе, то увы. А также, если вам не нравится фантасмагория, потому что, ребята, трахающиеся роботы, здесь не самое странное, что можно найти. Серьезно. Я вот сейчас минут пять сидела и думала, какие еще могут быть минусы в этом комиксе. Короче, ребята, если вы всей душой привязаны к героям, если вы не готовы к их смертям, то лучше с вами себе в руки не берите. Серьезно. Потому что здесь смерти очень внезапные. Здесь вы не можете быть уверены в том, что ваш главный любимый персонаж, он окажется жив. Я, наверное, эти крабли уже наборолась, поэтому заранее вам это тоже предупреждаю. Ну, в принципе, все. Не знаю, чем сагам может еще не понравиться, но последним пунктиком, что был такой равновес между положительными эмоциями и негативными, в этой саге очень много политики, но она есть интересная. Даже я, человек, который не любит, в принципе, политику, увлеченно ее читала. Прям не могла оторваться. Так что это даже скорее не минус. В общем, минусов больше нет. Все. Я выжила с минусов, когда только могла. Итак, в завершении моего взора, что хочется вам сказать. Это то, что в России выпущено пока что пять томов этого комикса в конце апреля. В начале мая уже готовится выпуск шестого тома. Это просто потрясающе. Но лично я уже прошла все арки этого комикса, в крайней мере, выпущенные. И я слежу за каждым новым выпуском буквально каждый месяц. Но такого никогда не было на самом деле. Настолько эта сага меня пробирает до мурашек. И когда я читала последний выпуск, 42-й, если не ошибаюсь, то потом после него ходила целых два дня в таком такой апатии, в такой депрессии, в таком странном состоянии. Просто я не могла поверить в то, что, господи, Аня, это всего лишь нарисованные картинки. Почему ты так переживаешь? Потому что эти герои, они вам западут в сердце. Их истории вас пронадушными не оставят на полном серьезе. Так что я вам всем рекомендую этот комикс всем любителям фэнтези, космоопер, всем любителям эпичных саг, всем любителям трешательных комиксов. Ребята, это что-то потрясающее. Он настолько плавно все это дело перемешивает в себе, что просто невозможно его не любить. В общем, да, с вами была Аня. И наконец-то сделала обзор своей любимой конфеты в мире комиксов. Я надеюсь, что вам понравилось. И жду ваших комментариев по поводу того, читали ли вы эту сагу, хотели бы ее прочесть, что вам больше нравится в этой саге или не нравится. Тоже я жду ваших комментариев под видео. В общем, да, с вами была Аня. И всем до встречи, ребята. Уже увидимся совсем скоро. Я очень надеюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok